Узнать донские традиции и углубиться в тайны русско-турецкой войны. Такие цели поставили перед собой иностранные туроператоры перед входом в Азовский музей-заповедник. Самым ранним экспонатом около 250 миллионов лет. Когда Ростовская область посещает официальные делегации, неважно, это бизнес-туристы, это просто туристы, или это туристы приехали с официальными какими-то визитами или в гости, то, конечно же, жители, я думаю, города Азова всегда показывают музей. В музее есть экспонаты, которые не встретишь в других точках мира. Это уникальный слон, предок мамонта, скелет единорога и золотая комната, сокровищница скифов и сарматов. Руфус Рид, туроператор из Великобритании, специализируется на фототурах в Восточную Европу и Азию. Богатую археологическую коллекцию эпохи бронзы раннего Железного века он еще не встречал. Мне удалось посетить много музеев в разных странах мира, но этот музей – один из самых лучших. Он очень впечатляет, прекрасно представлены предметы. Прежде всего, следует отметить керамику средневековья, золотые изделия. После кочевников на Донской земле осталось много золотых изделий, предметов быта и различных украшений. Почти 30 лет назад археологи нашли в тайнике такой набор конской упряжи. Накидка на лошадь расшита золотыми пластинами восьми видов. Благородным металлом были украшены и другие вещи – мечи и ножи. Это очень красивое место, одно из самых исторических. Оно насыщено яркими событиями. Еще одно популярное историческое место в Азове – пороховой погреб. Памятник военного инженерного искусства Екатериновских времен. По его центру расположена диорама – сцена взятия турецкой крепости Азова войсками Петра I. По его приказу, в память о победе над Азовом сохранили и эту мортиру. В нее закладывали много сухой травы, утрамбовали пыжовников и после этого закатывали ядро. Внутри здания с пристроенным тамбуром нары для хранения пороха. Бочки уложены почти доверху. Освещение было безопасным. К старинным орудиям легендарного полководца ведут специальные фонари. Деревянный погреб возведен в 1770 году. Он послужил почти четверть века. Сейчас это главное хранилище Петровских секретов. Сюда готовы приезжать туристы даже из Австралии. Австралийцы заинтересованы в путешествиях. Их интересует история. Я могу предложить им путешествие в такую дальнюю страну. Да, внесены некоторые предложения относительно того, как можно организовать, как лучше усовершенствовать инфраструктуру нашего региона. Ну, в частности, предложения касаются обязательного внесения табличек на английском языке. Помимо Азова, иностранные гости уже посетили набережную Ростова, Таганрог и станицу Старочеркасскую. Туроператоры признались, богатую народными традициями и мировыми событиями Донскую землю вскоре посетят их клиенты. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Новости. Главное.